О новом соглашении по прекращению огня, что нашли в командном квартале Хамаса и военная база террористов в больнице. Об этом поговорим с нашим гостем. Это Марк Новиков, израильский журналист, автор телеграм-канала «Дежурный по Израилю». Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Израиль и Хамас могут заключить новое соглашение о прекращении огня в секторе газа сроком на одну неделю. В рамках этой инициативы освободят 40 израильских заложников. Об этом сообщает «Таймс оф Израиль». Источник издания утверждает, что переговоры в Египте якобы будут акцентированы на обсуждении предложений о временном перемирии, в том числе, в том числе, в которых это недельное прекращение огня. По его словам, стороны рассмотрят возможность обмена заложниками, в результате чего Израиль может вернуть домой 40 женщин, детей и мужчин, не участвующих в боевых действиях. Вот данная инициатива якобы обсуждалась между Катаром и Израилем при согласии США. Что известно об этом сегодня? Да, то есть мы сейчас находимся на, условно говоря, третьем этапе вот этих переговоров о временном прекращении огня в обмен на, собственно, заложников. Первый этап был вот в Катаре, потом из Катара улетели все так называемые официальные лица Хамаса, террористы, потому что они боялись, что их там ликвидируют МОСАД. Они разлетелись по всему миру. После этого переговоры перешли в Польшу. Вот они на польской площадке прошли с участием директора ЦРУ, судя по всему представителей МОСАДа, и кого-то каких-то высоких должностных лиц из Катара. И сейчас вот переговоры перешли в Египет, туда, судя по всему, прилетели некоторые лидеры Хамаса, которые вот бежали из Катара, боясь, что их ликвидируют. Вот сейчас там проходят эти переговоры. Чем они отличаются, эти переговоры, от предыдущих? Что в этот раз, во-первых, Хамас требует от Израиля отпустить террористов из израильских тюрьм с кровью на руках. Что значит с кровью на руках? Израиль в прошлом раунде отпускал с кровью на руках, но в этом имеется в виду, что они хотят террористов, которые убили израильтян и находятся за эти убийства. Кто-то на пожизненном, кто-то на больших сроках в израильских тюрьмах. Это первый слив, так называемый, относительно этих переговоров. Второй момент, который сейчас обсуждается, и вокруг которого, судя по всему, идут самые большие споры, и, собственно, который является основным блокером, судя по всему, это требования террористов о прекращении огня не на неделю, вот как, собственно, предложил Израиль, а на несколько недель. Судя по всему, они предложили 2-3 недели, что является абсолютно неприемлемым для Израиля. Израиль сейчас находится в таком стратегическом моменте, когда правильно не упускать время. Каждый дополнительный день, условно, прекращение огня, рука не поднимается. Он дает возможность перегруппироваться террористам, как минимум. Да, и они в прошлый раз это достаточно умело использовали. То есть, вот эта перегруппировка, которую они взяли, там, больше недели, которая длилась, она привела к увеличениям потерь среди израильских военнослужащих. И сейчас мы понимаем, что, да, недели это уже много, но если это будет стоить жизни этих женщин, детей, находящихся в плену, в заложниках, да, стариков, то Израиль готов на это пойти. Если это несколько недель, то, конечно, нет. И, конечно же, еще обсуждается здесь, что за эти несколько недель лидеры Хамасовские, которые сейчас находятся в Капкане, они могут бежать на юг, они могут бежать даже в Египет, и дальше их уже будет сложно найти. Белый дом пытается подтолкнуть Израиль, перейти к новой тактике ведения боевых действий, снизить интенсивность обстрелов в секторе газа примерно через три недели и перейти к так называемым точечным операциям. Об этом также сообщает газета New York Times. Вот с таким посылом в Израиль накануне приезжал министр обороны Ллойд Остин. И вот вместо высокоинтенсивной фазы войны Израилю предлагается выполнять более-таки целенаправленные миссии по поиску, уничтожению лидеров Хамаса и разрушению туннелей. Какая реакция власти на вот эти требования? Возможно ли вообще их выполнить? Реакции фактически никакой нет. То есть мы слышим эти требования уже несколько недель от разных должностных лиц. Главным является министр обороны. Впрочем, министр обороны США начал призывать Израиль к сдержанным военным действиям. Еще в октябре, когда раны от самого крупного теракта против евреев за всю историю Израиля были еще свежи. Вот сейчас он прилетел и сказал то же самое. То есть понятное дело, что Израиль пока не будет менять тактику ведения боевых действий, потому что никаким другим подходом уничтожить Хамас просто невозможно. То есть вот мы говорим о том, что они сейчас нашли этот командный пункт Хамаса под так называемой площадью Палестины в северной части сектора газа. Там огромная площадь, круговая, и там находились десятки-десятки бутиков, каких-то магазинов и так далее. То есть фактически мы обнаружили, что каждый из этих магазинов, каждый из этих бутиков превращен в базу боевиков. Из каждого из них шел вход в тоннель, какой-то склад. И там, скажем, главный офис, вот этот подземный лидеров Хамаса, вход в него находился в бутике модных очков, оправы и какой-то оптики. Из него шел какой-то совершенно фешенебельный лифт, приспособленный в том числе и для бейбольных колясок на 20 метров глубже. То есть я к чему эти детали все называю, что фактически вся гражданская инфраструктура в секторе газа превращена, она как бы подчинена целям Хамаса. Совершенно невозможно никакими точечными ударами это уничтожить, потому что буквально нет ни одного дома, который не подключен был бы к этой сети каким-то образом. Детские сады, школы, включая школы ООН превращены в склады. Все, абсолютно все до одной мечети, все до одной больницы и так далее. Как это можно точечную уничтожить, совершенно невозможно. Совершенно очевидно, что туда нужно заводить войска, как сейчас делается. Нужно квартал за кварталом все это чистить, заливать водой эти тоннели или взрывать этот тоннель и продвигаться так по мере возможности. Конечно, Израиль минимизирует жертвы среди мирных населений, но их невозможно избежать в этом смысле. Вот МИД и Израиль якобы начали создавать такой план действий, который будет применен на следующий день после войны. Вот так говорят с Хамас, об этом сообщает 12 канал. В документе идет речь о том, что Цехал будет иметь полный доступ к сектору газа, будут созданы буферные зоны, а также все жители региона будут обязательно демобилизированы. Также Израиль возьмет под свое руководство безопасность на море. При этом в МИД официально не подтвердили такой сенсационный материал представителей СМИ и заявили, что все действия в секторе газа будет координировать премьер-министр Таньяху. Вот по-вашему, может существовать такой план? Насколько мне известно, по моим источникам, по моим разговорам с представителями власти в Израиле, пока нет определенного плана действий на после войны, есть некий набор сценариев, которые правительство рассматривает в этой связи. Эти сценарии политические. То есть совершенно очевидно, что Израиль не сможет действовать в одиночку. В послевоенной газе Израилю будет нужна поддержка, прежде всего, Лиги арабских государств. Для восстановления, для политической, скажем, легитимизации своих действий. Израилю нужна будет поддержка США, поэтому любые действия, они требуют согласования. Я полагаю, что идет разговор о нескольких сценариев, самый главный из которых это введение некого внешнего управления, по крайней мере, временного внешнего управления сектор газа со стороны арабских государств. И, кроме того, некий финансовый план восстановления газа, при условии, что это внешнее управление будет введено. Про все эти буферные зоны вокруг газа говорить очень рано, потому что какая буферная зона, если мы говорим о демилитаризации, зачем нужна буферная зона, если будет демилитаризация под контролем неких внешних игроков. То есть понятно, что возможно это тоже как один из сценарий, но совершенно точно непонятно, пока еще будущее большой конструкции, поэтому обсуждать какие-то детали, мне кажется, еще рано. Ну тут разная информация, конечно, поступает. Армия обороны Израиля заявила о фактическом уничтожении сил противовоздушной обороны и военно-воздушных сил террористической организации ХАМАС в секторе газа. Речь идет о ликвидации на всей территории сектора газа элементов наблюдения системы обнаружения воздушных объектов, таких как самолетов, вертолетов, БПЛА, ЦАХАЛ, которые, как правило, из системы наблюдения были спрятаны на крышах домов, даже внутри солнечных бойлеров или рядом с ними. Также были ликвидированы немногочисленные зенитно-ракетные комплексы, ХАМАС и беспилотные летательные аппараты. И также бойцы ЦАХАЛ приступили к созданию, пишут, буферной зоны между газой и израильской границей. Теперь в этом месте не будет жилой, непросматриваемой с границы зоны. Что вот эта зона может представлять себе, вот эта буферная зона? Ну, это да, это вот новости появились. И, насколько мне известно, когда армия приступила к созданию этой буферной зоны, в правительстве, в состоянии военно-политический кабинет был большой спор на этот счет, потому что это прерогатива военно-политического кабинета. Армия, конечно, предпринимает какие-то действия, но, опять же, армия причинена решению военно-политического кабинета. И, по моим оценкам, по моей информации, еще основного решения не принято. Но вот вы, мне кажется, совершенно справедливо обратили внимание на эту деталь про то, что, значит, Хамас использует крыши домов, и, в частности, бойлеры. Вот, посмотрите, любую фотографию сектора Газа, да, и любого палестинского города, вы увидите, что там на каждой крыше дома есть такая бочка, условно, бочка, где нагревается вода, и вот эта бочка каждой квартире принадлежит. Таких бочек там много. Так вот, Хамас в эти бочки засовывал какие-то части системы ПВО сектора Газа, которые они использовали для слежения и, вероятно, потенциали для того, чтобы забивать какие-то беспилотники или, может быть, даже истребители армии обороны Израиля. То есть буквально каждый дом, каждая бочка на каждом этом доме, оснащена какими-то военными, какими-то военной техникой, да, то есть являются легитимными, во-первых, целями, с другой стороны, как можно говорить о каких-то точечных, о какой точечной работе, если вот на каждом доме есть какие-то там системы Зенита или ПВО, да, то есть вот это нужно, мне кажется, зафиксировать, потому что мы, это не обычная война с какими-то там партизанами, да, это война с исламистской группой, которая захватила Газу, да, которая превратила, подчинила все население своим целям, превратила все дома, всю инфраструктуру этого региона, да, в террористический анклав. Да, это, конечно, удивительно. Знаете, наверное, войдет в историю, как самый большой вот такой анклав, да, самая громадная база террористов, которая только, наверное, существовала в мире. И вот мы уже говорили с вами о командном квартале Хамас, да, вот, который, в котором там буквально все пронизано, там, и лифты, да, вот в это хамасское метро спускаются. А в среду 20 декабря военные Цахала публиковали в сети видео одновременно уничтожение 56 зданий террористической группировки Хамасы. Речь идет об инфраструктуре, расположенной в районе Шеджая. Вот в этом районе последних несколько недель ведутся достаточно ожесточенные бои. Шеджая является пригородом Газы. Хамас разместил здесь свои объекты тоже практически на каждом углу. И в ходе обысков террористической инфраструктуры военнослужащие Цахала находят большое количество оружия и боеприпасов. При этом свои оружейные склады террористы размещают в школах, больницах и других, я подчеркиваю, гражданских объектах. Поскольку, вот, действительно, вся Газа – это огромная наземная и подземная военная база. И, ну, Цахалу, наверное, придется просто равнять землей практически всю застройку. Такие планы, наверное, у военных, как вы считаете? – Отдельные районы уже вот сейчас равняются с землей. Вот эти 56 зданий как раз являлись частью вот этой соединенной инфраструктуры Хамаса. Там Шеджая – это, кстати говоря, последний район на севере сектора Газа, в котором идут сейчас бои. Это вот район, в котором нашли там множество туннелей. Кстати, один из туннелей, что интересно, на севере Газа, который нашли, это просто поразительно. Он находится на глубине от 20 до 50 метров под землей. И он такого размера, что по нему одновременно могут перемещаться джипы под землей. И там есть вагонетки, то есть там для того, чтобы найти буквально поезд. То есть это вот такое метро, многокилометровое подземное, с опеттлением, с возможностью разворачиваться. То есть такая магистраль под землей. Представляете, сколько денег, ресурсов было потрачено на это годами. То есть вот сейчас это, что находят постепенно, показывают публике. Это, конечно, удивительно. То есть совершенно нищий регион, где средняя зарплата несколько десятков долларов в месяц. Людям нет просто базовых каких-то вещей, нет ни работы, ничего. Проблемы с медициной, с образованием и со всем прочим. При этом буквально все деньги, которые поступали в сектор, судя по тому, что мы видим, террористы отнимали и тратили на создание вот этой просто невероятной структуры, которую они создавали все эти годы. Знаете, вероятно, на эти деньги можно было создать там на самом деле рай на земле. Неужели никто из этих людей не задумывается, если вся эта ненависть, которая вот концентрировалась на Израиле, да, и в эту ненависть вкладывалось только денег, если бы это все было вложено, не знаю, в любовь, как минимум, к своему народу, для того, чтобы сделать жизнь своих детей, да, отстроить все это сделать, там, строить школы, настоящие больницы, а не боевые центры. И, ну, жизнь была совсем другая бы у них. Это действительно был бы рай на земле и настоящая Палестина, о которой когда-то мечтали. А вот, кстати, о больницах я сказал. Больница Камальдуан в лагере беженцев в Джабалия на севере сектора Газы использовалась вот так же в качестве военной базы Хамас. Об этом заявил следователем Израильской службы безопасности Шабак Ахмед Калаху, директор больницы. И я буквально процитирую, я был завербован Хамас в 2010 году. Мне было присвоено звание бригадного генерала, сказал Калахут на допросе в Шабак. 16 работников больницы, в том числе врачи, парамедики, офисные работники, входили в бригады из один Аль-Касам, военизированного крыла Хамас. Ну вот, знаете, можно только предположить, наверное, какой штат боевиков был в Аль-Шифе. Я могу только повториться здесь в этом смысле, потому что эта мысль не покидает меня с начала войны. Половина бюджета Организации Объединенных Наций тратится на так называемую Организацию Поддержки Палестинских Беженцев, БАПОР. Это организация, собственно, которая аккумулирует все средства, половину всех средств ООН для того, чтобы строить вот эти вот буквально туннели боевиков, чтобы под видом вот этих больниц существовали штабы и центры террористов, да, вот как этот генерал, прикрытием которого являлась эта больница, да, детские сады, школы ООН в регионе. Они превратили все это в свою питательную базу. Мы можем говорить фактически, что ООН стала главным источником средств для террористов на протяжении последних десятилетий, позволившие им выстроить такую невероятную структуру. Такое мы не видели ни у Аль-Каиды, ни у Славовского джихада, ни у одной другой террористической организации мира. Мы такого просто не видели. Все это вот прикрытием буквально организаций таких, как ООН, Красный Крест и других международных вот этих организаций. Знаете, судя по всему, большие деньги, средства и время, и силы были выделены не только на вот это метро «Газы», да, не только на установку их там кустарных систем ПВО каких-то на зданиях, а и в информационной компании. И вот тому свидетельством такая информация интересная, что вот врачи-политические активисты здания Анастасия Мария Лупес провела опрос в своем аккаунте соцсети Икс по поводу того, в каком плену лучше оказаться, Хамас или Цехал. И вот оказалось, что 86% опрошенных выбрали вариант, чтобы их похитил Хамас. И, соответственно, лишь 14% участников опроса выбрали бы Цехал, а не террористов. И всего вот в этом опросе приняли участие 52 400 пользователей. Как это можно прокомментировать, как вы считаете? Ну, я вот у себя в блоге писал, что основная ирония этого опроса, неуловимая для самой авторки, для этой активистки издания, заключается в том, что вот она хотела узнать отношение своих подписчиков к ЦААЛю, к армии обороны Израиля, а фактически мы все узнали, что вот эти 86% ее подписчиков идиоты. То есть, вот они признались в том, что они, как можно, как может один человек в здравом уме говорить о том, что он лучше окажется в плену одной из самых кровавых террористических организаций в истории человечества. То есть, ну, это не поддается никакому осмыслению. То есть, это вот, ну, это просто даже комментировать особо нечем. Знаете, или попасть, там, в курортную тюрьму Израиля. Мы знаем, что многие, попавшие в эти тюрьмы, даже палестинские террористы, не хотят эту тюрьму оставлять, поскольку те выплаты, которые они получают, вот нам говорили, да, от своего там руководства, и чувствуют себя там лучше и безопаснее, чем даже дома, это тоже невероятно. Ну, вот, к сожалению, да, это то место, где вот встречаются эти миры, да, вот это барварство, террористическое барварство встречается с западной цивилизацией, да, когда Израиль относится к своим заключенным ко всем одинаково и предоставляет всем одинаковый, там, метраж, там, услуги, возможность получения образования, возможность питаться и едой, там, согласно, там, нормам по калориям и так далее. И самое главное, что каждый из этих террористов, к сожалению, до сих пор получает зарплату, действительно, от палестинской национальной администрации, вот той самой палестинской национальной администрации, руководству которой жмут руки все лидеры мира и приглашают их на свои, значит, красивые фуршеты в дорогих столицах мировых, да, вот эта вот администрация платит им зарплату как героям, значит, национального сопротивления. То есть вот поверить и осмыслить весь этот абсурд, который там происходит, опять же, на международные деньги, то есть эта палестинская национальная администрация, она существует на международные деньги, это абсолютно дефолтный, как бы, проект, да, изначально, соответственно, вот эта международная организация, там, европейские страны платят эти деньги палестинцам, палестинцы распределяют их среди террористов, которые сидят в израильских тюрьмах. Террористы сидят там, получается, и в зарплату, и в образовании, и едят свой хумус, и питок, а нищие, совершенно нищие жители Газа продолжают свое вот такое существование отчаянное. Вы знаете, вот пропаганда показывает, тем не менее, вот многие, даже вот вы сказали по поводу тех идиотов, как вы назвали, да, которые голосовали за то, чтобы лучше оказаться в плену Хамаса, но пропаганда работает, ведь такие люди есть, и таких людей в Европе много, которые вот хотели бы попасть лучше в Хамас, да, а не в плен Сахал. Да, да, мы сейчас вот недавно узнали о том, что Саудовская Аравия и Катар совместно потратили больше 8 миллиардов долларов только на финансирование американских университетов Лиги Плюща, то есть самых топовых, престижных американских университетов, финансировали программы, которые связаны вот с, ну скажем, объяснением идеологии, там, да, значит, почему, условно говоря, женщины в Саудовской Аравии могут жить без прав и без вождения машины, почему, скажем, в таких странах, вот как в Саудовской Аравии, женщины разрешили голосовать на выборах несколько лет назад, вот они буквально финансировали целые программы, невероятные суммы в этих университетах, и становится понятным, собственно, почему вот подрастающее поколение интеллектуалов, а мы говорим о том, что в этих вузах учатся будущие руководители крупнейших компаний, политическая элита и так далее, а почему они занимают такую позицию, почему студенческие движения по всему миру стандаризируются с террористами, да, мы можем предположить, что и в Европе эти режимы, да, исламские, они поддерживают похожие движения, что вот это все движение, которое существует, пропалестинское и прохамасовское, оно существует на те же деньги, и, собственно говоря, там, скажем, про Катар, это было давно известно, да, и канал Аль-Джазира, он пропагандистский канал, он буквально копирует Rush Today, да, или там Rush Today копирует Аль-Джазира со своей повесткой, да, то есть вот они занимаются промывкой мозгов, это десятилетие, а зарпадный мир разводит руками и говорит, у нас свобода слова, нам может промывать мозги любой, и вот с этим мы сейчас сталкиваемся, не только, кстати говоря, Израиль с этим сталкивается, Украина с этим сталкивается, промывка мозгов десятилетиями просто является блокером для того, чтобы объяснить совершенно банальные вещи, да, для украинских политиков, там, западным лидерам, что они просто не понимают, да, ну, такая система, да, то есть уязвимость западной модели демократической заключается в том, что ее могут использовать недобросовестные акторы таким образом. Ну, видите, многие политики сейчас, что многие эксперты говорят и видят, что действительно формируется такая некая ось зла, и Израиль, и Украина могут быть не первыми, и не последними в этих конфликтах, которые разгораются, и меры против этого всего нужно принимать уже сейчас, пока это не случилось. Еще один вопрос у меня к вам есть, хотел бы его задать, успеть. США официально объявили о начале операции «Страж процветания» по обеспечению безопасности судоходства в Красноморье. Вот для этого создана международная военно-морская коалиция, в которую, помимо американцев, войдут Великобритания, Канада, Италия, Франция, Нидерланды, Испания и Бахрейн. Корабли будут заниматься проводкой торговых суден и защитой от атак куситов. Вот. Йеменские куситы, тем не менее, заявили, что альянс США их не впечатляет, и они продолжат атаковать направляющиеся в Израиль корабли, об этом сообщает Reuters. Скажите, сможет ли вот эта коалиция реально как-то повлиять на безопасность судоходства? Да, без всяких сомнений. То есть это случилось после того, как пять основных транспортных компаний международных отказались использовать этот маршрут для доставки грузов из Азии в Европу, из Европы в Азию. Соответственно, это ударило и предположительно ударило дальше по ценам не только доставки, но и на всю цепочку производственную в мире. И это очень важно, потому что мы знаем после ковида, насколько важно, вот любое такое, любое такое выполнение, такая турбулентная на этом рынке, сразу скачет там инфляция, и для политических режимов на Западе это принципиально. Соответственно, вот эта коалиция, она очень быстро стопалась, я думаю, что она будет очень эффективной. В эту коалицию входит в частности авианосец Эйзенхауэр. Авианосец Эйзенхауэр уже находится у берегов Йемена. Это авианосец, на борту которого находятся 90 самолетов и боевых вертолетов. Прямо сейчас в сопровождении нескольких боевых кораблей, подводного лодка, также переброшено туда, вот как вы сказали, всех названных стран боевые корабли, израильское ВМФ там действует. То есть можно сказать, что как только будет отдан приказ, эта огромная армада сможет не то, что там каких-то хуситов там победить, а в принципе любую региональную армию. Мы уже видим, что происходят какие-то взрывы на складах беспилотников и ракет в Йемене. Пока еще неизвестно, что взрывает, но тем не менее мы уже понимаем, что как было еще две недели назад, так не будет дальше. То есть любая попытка каких-то беспилотников, морских или воздушных, или ракет баллистических куда-то там полететь, будет этой флотилией остановлена. И я полагаю, что постепенно будут наноситься удары и по самим силам хуситов в Йемене. Однако же эти удары по силам в Йемене или на территории страны будут пока сдержаны, потому что США пытаются избежать какой-то эскалации в регионе, хотя она уже, как оказалось, куда уж больше эскалирует. Но тем не менее удары по самим силам в Йемене будут пока, насколько мне известно, сдержаны. Ну, как я понимаю, что вот корабли, гражданские корабли, скорее всего, будут прикрывать ПВО военными кораблями, да, противовоздушная оборона какая-то будет против, возможно, летящих в их сторону ракет. Ну и в случае ударов по кораблям, те силы, которые запускали эти ракеты или стреляли там из артиллерии, будут просто уничтожены. По крайней мере, вот у этой коалиции, да, должно хватить. Спасибо вам большое. Спасибо, Марк Новиков, израильский журналист, автор телеграм-канала «Дежурный по Израилю» был в эфире «Фридома». Спасибо, что нашли время и вышли на связь. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.